Шеф-повар, Максим Григорьев. Салат мимоза в кольцах. Салат мимоза, характерный представитель семейства слоеных салатов, у которых компоненты не смешиваются, а непременно укладываются слоями. Только вот обычно этого не видно, пока не возьмешь ложку из салатника, но, разве что только салатник прозрачный. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Картофель 150 грамм. Лук зеленый 15 грамм. Майонез 2 столовые ложки. Масло сливочное 10 грамм. Морковь 80 грамм. Соль 1 чайная ложка. Сыр твердый 30 грамм. Тунец консервированный 80 грамм. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Конечно, состав ингредиентов может быть любым, какому вы привыкли в мимозе. Мне хотелось получить контрастный рисунок полос, поэтому я взяла для яркости морковь и зеленый лук. Если взять белый лук и выпустить морковь, то получится довольно бледная цветовая композиция разных оттенков белого. Поэтому, если уж вы обязательно хотите репчатый лук, а не зеленый, мне кажется, лучше использовать фиолетовый. Морковь, картошку и яйца лучше отварить заранее, чтобы к началу приготовлению салата они были холодными, по крайней мере морковь и картошка. Шаг 2. Вареные вкрутую, примерно 10 минут, яйца разделить на желтки и белки, белки потереть на мелкой терке. Шаг 3. Желтки размять вилкой. Шаг 4. Вареную морковь почистить, потереть на мелкой терке. Шаг 5. Вареную в мундирах картошку почистить, потереть на мелкой терке. Шаг 6. Твердый сыр потереть на мелкой терке. Шаг 7. Лук мелко порезать. Шаг 8. Из рыбных консервов слить жидкость, удалить кости, если есть, и размять мясистую часть вилкой. Шаг 9. Нижним слоем обязательно должен быть картофельный, он будет впитывать всю лишнюю жидкость, что важно при сервировке в кольцах. Я монтирую сразу на тех тарелочках, на которых собираюсь подавать, но картошка хорошо держала бы конструкцию и в том случае, если бы предварительная сборка осуществлялась на бумаге, которая удаляется при переносе, куда надо. Итак, укладываем слой картошки, прессуем, солим. Шаг 10. Укладываем слой рыбных консервов, прессуем. Шаг 11. Поверх консервов выдавливаем немного майонеза. Шаг 12. Укладываем слой тертых белков, примерно 2 дробь 3 от имеющегося количества, прессуем. Вообще, я стараюсь чередовать белые слои с цветными. Шаг 13. Солим белки, выдавливаем немного майонеза. Шаг 14. Выкладываем слой моркови, прессуем. Шаг 15. Солим, выдавливаем немного майонеза. Шаг 16. Выкладываем слой тертого сыра, прессуем. Шаг 17. Выкладываем слой зеленого лука, не прессуем, он сильно липнет к прессу. Солим, выдавливаем немного майонеза. Шаг 18. Выкладываем оставшуюся 1 дробь 3 тертых белков, прессуем, солим. Шаг 19. Выкладываем 2 дробь 3 желтковой крошки, остаток сохраняем под пленкой до момента сервировки. Прессуем в последний раз, покрываем салат пленкой и даем ему постоять 1-2 часа или сколько там до начала застолья. Шаг 20. Перед подачей удаляем кольца и посыпаем утрамбованный слой желтков, оставшийся неутрамбованной третью, чтобы верхушка салата имела типичный для мимозы пушистый вид. Шаг 21. Салат можно декорировать зеленью и завитками из масла, сделанными с помощью фигурной ложки. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.